Смешные же манецы это произведение прославило имя Мольера. Играть его героев весьма непросто, признаются мастера сцены. Образ персонажей пьесы не всегда совпадает с характером актеров. Но тут наступает час объявления в любви! В спектакле играют всего шесть актеров. Комические героини Мадлон и Като, молодые провинциалки, попавшие в Париж. К девушкам сватаются добропорядочные, но не светские женихи Ланграж и Дюкруази. Но оказывается, что они не те, за кого себя выдают. Дело в том, что в репертуаре у нас уже давненько так, наверное, не хватало таких комедий. Комедию такого гортускового исполнения. Поэтому мы решили в этот раз как-то их расслабить, развеселить. И, ну, насколько это удалось нам, конечно, судить зрителю. Мольер бросает вызов дамам и кавалерам, которые диктуют законы парижской изящной словесности. Актриса Наталья Галатонова на сцене уже больше 17 лет. Сегодня она в роли служанки Маротты. На самом деле это мой любимый амплуа, понимаете. Настолько, у меня очень много ролей было в таком плане. И когда Дмитрий Шамильевич раздал роли, то сразу подумал только обо мне. Не знаю, почему так. Они мне легко отдаются, правда. На самом деле Дмитрий Шамильевич, то есть режиссер, сам определяет, кто к этому персонажу, возможно, больше подходит. Или наоборот, не подходит, чтобы он поработал как актер над собой. И ему было интересно поломать свои штампы, как мы говорим, и что-нибудь для себя новое в своей профессии приоткрыть. В роли сударыни Мадлон Ольга Яковенко. Актриса рассказывает, над своим образом трудилась кропотливо. Прическа с объемным начесом, пышный наряд и яркий смелый макияж. Все это незаменимые элементы внешнего вида ее героини. Это не мой образ. Я могу смело заверить, что я в жизни не такая. Более серьезно я просто вижу людей, девушек, которые ведут себя так. И, грубо говоря, я копировала их и пыталась показать, вынести это все на сцену. На премьере люди самых разных возрастов. Спектакль, считают, в театре зрителю понравился. В течение всего действия зал взрывался громким смехом и восторженными аплодисментами. Главные героини очень характерные такие. Необычная подача вот этого сценария. В общем, все было очень здорово. Я, честно говоря, первый раз на спектакле. Просто было интересно. Мы говорили, хорошая труба. Хотелось интересно посмотреть, само убедиться в этом. Действительно, очень хороший спектакль. Интересно, советую многим пойти и посмотреть. Елена Костелей, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.